Мы сегодня находимся не случайно здесь, на улице Парковой, но, во-первых, это очень значимый проект в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Цена этого контракта почти 40 миллионов рублей. Объект на самом деле очень сложный, потому что это не просто федеральную трассу катать, где нет ни одного колодца, ни одного бордюра. Здесь только около 40 колодцев коммуникационных находится, плюс занимаемся реставрацией линейной канализации, чтобы вода не по дороге текла, а в организованный слив через очистные сооружения, чтобы уходила с дороги. Поэтому объект очень сложный. У нас пока идет подрядчик в графике. Вопросов здесь немало. Кстати говоря, один из резонансных вопросов, это вот там наверху, в районе перекрестка улицы Гагарина и Парковой, в связи с необходимостью расширения улицы до требований государственного стандарта, вынуждены были снести там 3 или 4 дерева, о чем был резонанс в сетях и так далее. Природоохранная прокуратура, как вы знаете, проводила проверку по этому поводу, и не только по этому поводу. Вчера я разговаривал с областным природоохранным прокурором. В части вот этих снесенных деревьев никаких нарушений не установлено, все сделано в полном соответствии с требованиями законодательства. Но я хотел бы сказать людям, что если бы это можно было не делать, мы бы этого не делали. Это сделано исключительно с той целью, чтобы расширить проезжую часть и дать спокойно в три ряда ставать автолюбителям и водителям. Сейчас, в принципе, вот тот участок на перекрестке, где мы перестроим, где мы в правый и левый ряд, он соответствует ГОСТу. Следовательно, меньше будет дорожно-транспортного травматизма. Вот в этом узле одновременно работают у нас и на дворовой территории по улице Скуридина, по улице Парковой 21. Вот этот дом находится. Там никогда не было дороги к музыкальной школе. Такой трафик достаточно опасный был. Там арматуры, камни, канавы и так далее. Хотели делать ямочный ремонт? Нет, сделали все-таки проект. И в рамках выделенных из особоэкономической зоны 100 миллионов рублей на ремонт дворовых территорий мы проводим в том числе и ремонтные работы там. Одновременно там работает и Магадан Теплосеть, и Водоканал, и ниже вот здесь по улице Ленина тоже работает Магадан Теплосеть. Это мы делаем так, чтобы исключить риски, которые у нас произошли на улице Берзина, то, что сказали. Действительно у нас получилось так, что скверик мы сделали на автотеке и опрессовка показывала, что трубы годные, порывов не показали, но процесс эксплуатации показал, что все-таки нужно пойти на потери и разрыв этот сделали. Чтобы этого не повторить по улице Парковой, мы сделали досрочный ремонт трубопровода магистрального по улице Карла Маркса, он идет пересекая улицу Парковой и таким образом мы исключим. У нас еще реализуются и проекты по улице Колымское шоссе. Вы видите, что мы уже асфальтировали тротуар, очень много людей ходит, очень востребован этот участок уличной дорожной сети. Сегодня-завтра мы полностью по пешеходную зону закроем. Устанавливаются опоры временного освещения, потому что мы замену делаем полностью всех 80 опор линий уличного освещения дорожной сети. Меняются светильники, но оставлять улицу без освещения даже в период ремонта не можно. Поэтому люди увидят эти подпятники, эти временные столбы, которые сейчас они как бельмо на глазу делают. Там, кстати говоря, тоже пришлось снести несколько деревьев, правда это не так резонансно прошло, потому что переносится автобусная остановка. Делается заглубление парковочного кармана с тем, чтобы автобус, когда забирает пассажиров, не стоял на улице, его объезжали водители, а находился в автобусном кармане, как это все и полагается. Магаданцы жалуются на задымленность, вот сейчас даже если посмотрите на небо, оно не совсем чистое, сегодня может быть ветерок поздувал, а в субботу, в пятницу было задымление. Я специально связался с авиалесоохраной, с департаментом лесного хозяйства, с нашим лесхозом. Пожаров на территории города Магадана и ближайших районах, прилегающих к городу Магадану нет. Весь этот дым, смог идет из-за пожаров, которые идут до Чукотки и в Якутии. Но дым этот отфильтрован, в принципе он никаких угроз для органов дыхания человека не представляет. На этой неделе у нас начался единый государственный экзамен, русский язык сдавало, должны были сдавать 511 выпускников, к сожалению, 14 не явилось. Одного мы отстранили, потому что была повышенная температура и нельзя допускать было на экзамен ребенка. Почему не пришли еще 13, мы выясняем. Значит, на математику у нас заявилось 308 человек, в городе работает 6 пунктов сдачи единого государственного экзамена. Пока все проходит в штатном режиме, никаких коллизий, связанных в том числе с ограничениями, за исключением одного ребенка, к счастью, нет. Ситуация, которая сегодня в городе Магадане, она и в Магаданской области, она все-таки свидетельствует о том, что тревога есть. У нас проведено 1066 тестов на коронавирус, 58 положительных результатов, из них 49 в Магадане. То есть вот все рядом. Ограничительные меры до конца не снимаются, масочный режим не снимается, во всех предприятиях общественного питания, аптеках, поликлиниках, больницах все сохраняется. Мы, думаю, что первые шаги по кино сделаем на этой неделе, наверное, откроем в виде послабления. Это согласуется с тем, что делается в федеральных документах. Это откроем кинозал на втором этаже в кинотеатре «Горняк». Мы очень рады, что открыли Ледовый, там уже проводятся тренировки, тоже все это дистанцируется. На лавочке на хоккейной, на удалении полтора метра сидят друг от друга хоккеисты. На поле запрещена силовая борьба, чтобы не было контакта. Мы в силовую борьбу здесь и не вступаем никогда, чтобы своих друзей не травмировать. Я уже показывал тему водовода. Действительно, очень важный проект в рамках фаворитетного национального проекта «Чистая вода». Это по улице Речной мы делаем водовод от мучных складов до микрорайона Пионерный. Водоводу, который там сегодня 60 лет, подрядчик сейчас занимается прорубкой просеки, все идет в графике. Я думаю, что максимум работы сделают в этом году. Вообще желание было, чтобы сделали в этом году, но проект ему 12 лет. За 12 лет кустарник превратился в деревья. Поэтому непредвиденные объемы работ, связанные с отработкой просеки, и это может задержать выполнение работ в этом году. Я вчера провел прямую линию, в течение трех часов отвечал на вопросы магаданцев, около 20 вопросов поступило. Мне что нравится в последнее время, несмотря на некий, иногда достаточно дерзкий, грубый фон, который в социальных сетях по отзывам, вот прямое общение по телефону, оно другое. Вот Дмитрий присутствовал, да, очень много пожеланий, говорят какие-то добрые слова, читают люди все документы, обращают внимание на то, что обещали там два дня назад приступить, еще не приступили, год назад обещали, еще не сделали. Все это хороший диалог. Я думаю, что прямая линия – это контакт с людьми без социальных сетей, непростыми, значит, смс-сообщениями, можно услышать интонацию человека, можно выслужить полный текст, и из него понять все-таки его реальное отношение к власти, ко мне, как к МРУ, и той команде, которая вместе со мной работает. Я поддержал петицию в поддержку сохранить статуи Александра Баранова в городе Ситке, в Анкоридже. Меня, конечно, возмущает то, что происходит. Зачем лезть так глубоко в историю? Действительно получилось так, что Аляска была русская, там очень много городов, носящих название русский, город Николаевский есть, и вот этот Ситке, это город, который носил название Новоархангельск, и там русские просветители, вот, кстати говоря, у нас стоит святитель Иннокентию, памятник возле кафедрального собора, он тоже очень много поработал на Чикотке, в Магаданской области, поработал там, в Русской Америке, и у нас сложились очень добрые отношения, и на фоне того, что я получил очень хорошие письма, они публиковались от генконсула Соединенных Штатов Америки на Дальнем Востоке, от мэра Анкориджа, вы слышали, когда открывали мы памятник от вице-губернатора штата Аляска, о том, как хорошо, что мы в Магадане помним эту память советского американского солдата, и на этом фоне, значит, поднимать вопрос с носа памятника первому губернатору Аляски, который построил школы, детские дома, учреждения социальной сферы и так далее, память которого зафиксирована даже в названии одного из эсминцев в 1942 году, один из эсминцев носил имя Баранов, поэтому на этом фоне, там, конечно, сейчас идет волна этого расизма, нельзя допустить, я даже вот готовлю сейчас петицию, я скажу, если уж вы будете сносить, то я выскажу предложение о том, что не надо никакого вандализма, мы готовы его перевести в Магадан, поставим его на временное хранение в Магадане, когда там в головах просветление наступит, мы его вернем на то историческое место, на котором он был. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова